Ну что же, всем привет, ребят, меня зовут Урбан Дрю и мы с вами продолжаем проходить сценарий в игре Метросимулятор 2020. Сегодня мы едем от станции Раменки до станции Деловой Центр и, честно говоря, до сих пор не знаю, по какой соединительной ветви мы поедем, потому что я не особо разбираюсь вообще в путевом развитии московского метрополитена, тем более в новых линиях. И, соответственно, нам у нас пригнали поезд новой модели, их запуск скоро состоится, и сегодня нужно пригнать один из таких поездов на станцию Деловой Центр. Все станции нам придется проезжать без остановок и постоянно следить за светофорами и за ограничением скорости, потому что перед нами, слава богу, я этот поезд не встретил и не врезался в него, перед нами, да, едет поезд, он остановится на всех станциях, и нам нужно, соответственно, ехать без остановок, не открывая двери. Но я, знаете, так подумал, что, ну, во-первых, мы сделаем упор на реализм, а во-вторых, на самом деле, так мы действительно, у нас получится сократить, не сократить интервалы, наоборот, не врезаться в поезд. В общем, что я буду делать? Естественно, я, как и в реальности, буду останавливаться на станциях, потому что, ну, интервалы между поездами-то как-то должны быть, чтобы мне там в него не врезаться, правильно? Правильно, вот. Ну, я просто, короче, не буду открывать никакие двери. В принципе, все как и в реальности, потому что, ну, бывает же, да, например, какая-нибудь обкатка, или просто какая-нибудь перегонка поезда, когда какой-то поезд просто, может быть, даже с другой линии подъезжает к станции, останавливается, но двери не открывает. Кстати говоря, я не уверен, можно ли в этой игре отключать освещение салона и освещение, а не, освещения кабины тут нет, а насчет освещения салона я не знаю, потому что обычно в таких поездах либо вообще свет не горит, либо он такой приглушенный, но это, я думаю, уже совсем извращение было бы вот это делать. Меня вот начали сразу, если честно, напрягать вот эти ограничения скорости, потому что я уже на такие грабли наступал, так скажем, потому что я еду, 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 там, не знаю, 80 километров сейчас, 60, 70, без разницы, ну, высокая скорость. И тут внезапно ограничения с 80 перескакивают на 40, и я тупо даже, несмотря на то, что у меня нормальная реакция, я тупо сразу понижаю скорость, я все равно не успеваю, мне дают, короче, штраф за превышение скорости. Я такой, ну, блин, офигительно, зачем я зарабатывал все эти очки? Вот, ну, ничего, надеюсь, такого у нас сегодня не произойдет, будем просто кататься. Пассажиры, ну, да, поскольку я дверь-то не буду открывать, пассажиры заходить не станут. На табло у нас написано, что у нас только одна станция в пункте назначения, это станция деловой центр, соответственно, нам очки дадут только вот за, получается, эту станцию, да, если мне память не изменяет. Вот, смотрите, да, кстати, тут интервал 52 секунды, 53, и на самом деле этот интервал, особенно для солнцеской линии, это очень маленький интервал, и тем более, если сейчас не час пик, обычно такие интервалы составляют порядка двух минут, вот, как бы, минута, это как-то очень мало, поэтому вот, я немножко подождал двери, не открыл, пассажиры даже не отреагировали на меня, и можем отправляться дальше. Еще вот, на самом деле, меня интересует вещь, у меня все никак не доходит руки, вообще разобраться в этой игре, в плане того, что, есть ли какие-то еще действующие кнопки в кабине поездов Москва и АК, потому что кнопок-то, понятно, много, они как в реальности, но единственное, чем я пользуюсь, получается, это батареи, это реверс, контроллер, двери, фары и восприятие торможения, все, и кнопка бдительности еще вот, но, как бы, это все, и я не знаю, вообще, честно говоря, для чего нужны остальные кнопки, если честно, ну, да, хорошо, допустим, еще одна кнопка, у меня просто сейчас все в маленьком экране, я не вижу, что у меня сейчас находится в кабине, ну, допустим, да, вот, на передней панели я не понимаю, что за кнопки, зачем они нужны, вот, естественно, для чего-то они нужны, но вот я так, на самом деле, думаю, да, в принципе, в самолетах тоже много кнопок, не уверен, что и без части кнопок можно обойтись, хотя, опять же, я абсолютно не шарящий человек, поэтому сейчас, наверное, мне кто-нибудь напишет, что я полное говно, ну, и я это признаю, ладно, шучу, вот, ну, просто, на самом деле, мне кажется, что, просто, мне кажется, это лишь мои догадки, что, например, в каких-нибудь зарубежных метрополитенах там, возможно, кнопок поменьше будет, не знаю, может быть, я ошибаюсь. Я, наконец-то, ну, мне помогли наша команда разработчиков, они мне помогли уладить проблемы с FPS, я не знаю, на самом деле, с чем это связано, потому что мне, например, ну, приятно играть, когда у меня хотя бы 50 кадров в секунду, а не 30. И, несмотря на то, что у меня в кабине сейчас до сих пор 30 кадров в секунду, возможно, тоже связано с какими-то особенностями игры, чтобы она не лагала сама по себе игра, вот. И, ну, на самом деле, когда я меняю камеру, когда я выхожу из кабины, у меня, типа, количество кадров в секунду нормальное. Вот здесь я не понимаю, почему у меня 30, но, слава богу, спасибо, что мне скинули такую версию. Тут у меня, к сожалению, свободная камера, поэтому она вот такая вот дрожащая, прошу прощения сразу, что вот она ходит так ходуном, но, извините, какая была? Либо у нас 30 кадров в секунду и нормальная камера, либо у нас нормальные 60 кадров в секунду и средняя камера. Вот, но я выбрал, на самом деле, среднюю камеру. Да, вот, как видите, у нас тут пассажиров вообще нет. Знаете, это напоминает солнцевскую линию в любое время суток, наверное, кроме часа биг. Но мне так кажется. Потому что вот как я не зайду на эту линию, как я не сяду, особенно вот на участок, где рассказов, что еще Говорова, там, прям вне часа биг, там поезда прям вообще пустые. Что еще хочу сказать, мы возвращаемся к теме, если кто помнит про длинные перегоны и про возможные промежуточные станции, которые я был бы не против видеть, но, естественно, их никогда не построят. Это Мосфильмовская и Олимпийская деревня. И я это говорю к тому, что уже который человек, когда едет по этой линии и говорит мне, он замечает, что перегоны на этой линии действительно очень большие. И то есть, допустим, если взять какую-нибудь другую ветку с таким же количеством станций на определенном участке, то там получится доехать гораздо быстрее. Вот. Я не знаю, это хорошо или плохо. Наверное, это, это, наверное, никак. Пофиг. Так, ну мы с вами прибыли на станцию Минска. Естественно, как всегда, мы двери не открываем, пассажиры к нам не подходят, это просто отлично. Вот. А что я хотел сказать-то? А, вот. Единственное, что отмечу, я убираю некоторые в этот раз части перегона, потому что, ну, на самом деле, вы пришли, откровенно говоря, не послушать меня, вы пришли посмотреть игру и оценить сценарий, который я прохожу. Поэтому, я так думаю, вам не особо интересно смотреть на однообразные тоннели и на мои, возможно, ненужные разговоры. Ну ладно, я себя пронираю, неважно. Вот. Поэтому часть перегонов я вырезал, потому что мы их уже с вами видели, ничего нового там не появилось и вряд ли появится, потому что в реальности это не меняется. Вот. И сейчас мы с вами будем подъезжать к станции Парк Победы. На самом деле, к этой станции претензий я не имею, я имею только претензии в игре. Что, возможно, это, опять же, в реальности точно такие же скоростные режимы, но как только я подъезжаю к станции Парк Победы в этой игре, у меня постоянно какая-то хрень с скоростным режимом. То он какой-то низкий, то какой-то высокий, то он скачет, то там эта стрелка непонятная. В общем, учитывая, что прошлый сценарий я чуть ли не завалил, вот. Вот. А нет, нет, подождите-ка, я в один раз завалил, точно. Вот. Поэтому плохие у меня ассоциации с этими стрелками на около станции Парк Победы, поэтому этот участок я всегда пытаюсь проходить максимально осторожно, и, по-моему, в этот раз у меня должно быть все нормально, если мне память не изменяет. Ну, правда, вот опять, смотрите, было все нормально. Это, наверное, скорее всего из-за впереди идущего поезда у меня внезапно скорость снизилась до нуля, типа. Я вот только остановился, и там сразу же ограничение скорости пропало, и я сразу же поехал. Не знаю, ну, может быть действительно из-за встречи, ну, не из-за встречи, но из-за впереди идущего поезда. Кстати, по-моему, трафика тут особо-то и нету в этом сценарии. То есть встречных поездов, по-моему, нету или есть, а еще нету слова нету, но неважно. Так, ну и сейчас мы будем с вами приезжать к нашим злополучным стрелкам. Я надеюсь, что все пройдет просто шикарно, как я и планирую. Вроде стрелка переведена куда нужно, но опять же, вот как я не поеду через Парк Победы Солнцевской линии, почему-то там скорость всегда выше, ну уж точно выше 40 километров в час. То есть поезд прям проносится по этим стрелкам, или может быть, мне кажется, да. Да, вот эти наши стрелки, вот эти наши относительно старые тоннели, которые... Блин, а в каком году тут они были построены, слушайте? Они, по-моему, были построены, может быть, в году 2007-ом. Ну, ну, по крайней мере, вот эта часть, да, потому что, вот видите, она такая старенькая. Наверное, год 2007-ом. Вообще, когда Парк Победы-то открылся, я даже не помню, наверное, год 6-й, 7-й. Ну, я помню точно, когда с бабушкой катался на метро, мне было... Мне помню, было 7 лет, и в 7 лет у эту... Ну, штанцепарк Победы уже была, она действовала. Тогда еще Арбатско-Покровская линия была, получается, до Кунцевская, Афилевская линия была до Крылатского. Да, вот такой я старый. Помню, когда еще ежики ходили. Господи, слава богу, ежей больше в Москве нету. Как мне... Как я не любил кататься на этих концертных банках, если честно. Потому что я всегда топлю за новый подвижной состав. Я не скажу, что мне нравится Москва 20... Ну, 22-20. По своему экстерьеру, потому что... Ну, странная маска, учитывая, что было голосование и выиграла другая маска поезда. Но все равно сделали на свое усмотрение. Но это уже ладно, мы опустим. Ну, вот. Но я, опять же, рассуждаю, по-моему, я об этом тоже говорил, что я рассуждаю исключительно с точки зрения пассажира насчет того, что... Насчет технической составляющей этих поездов я вообще без понятия. То есть, возможно, ну, если каким-то чудесным образом какие-то люди меня посмотрят, эти люди будут... А хотя один человек будет машинистом или помощник машиниста, вот. То, может быть, напишут, типа, есть какие-то достоинства, недостатки именно вот в плане управления новыми поездами. Сейчас, если честно, я не помню, каким образом мы поехали до станции Деловой Центр, потому что путевой развитие достаточно сложно. Тут очень много стрелок, и, по-моему, первая стрелка, она даже не переключаема. И первая стрелка у нас идет в тупик от, получается, старого делового центра, который сейчас закрыт. И я до сих пор так и не понял, на какой деловой центр мы собираемся приехать. Поэтому сейчас я открою сайт TrackMap. И, господи, давай, откройся, пожалуйста. И мы сейчас вместе с вами посмотрим, на какой деловой центр мы приезжаем. И вообще... Так, смотрите, вот я открыл, получается, мы отъехали от станции Парк Победы. Дальше по пути у нас будет исключительно... Что у нас будет? У нас, получается, будет вот... Мы, по-моему, проехали, не проехали. Не, по-моему, мы стрелку еще не проехали первую непереводимую. А вот вторая стрелка, получается... А, смотрите-ка, то есть мы с вами, получается... Значит, здесь все-таки два деловых центра. Офигеть, слушайте, я не знал. То есть мы сейчас проедем, получается, отстойный тупик. А потом у нас будет стрелка. Так. Пришло сообщение, господи. Да, действительно, вот такого я точно не ожидал. Мы сейчас, получается, будем ехать на станции Старый Деловой... Ну, просто на Старый Деловой Центр. Вот, потому что... Ну, стрелка у нас уже автоматически переведена. То есть направо, если мы поедем... Ну, мы стрелку не можем перевести. Направо это у нас, получается... Дальше у нас идет Шелепиха. А налево Старый Деловой Центр, который сейчас у нас закрыт. Вот. В принципе, это все. Единственное, что я знаю сейчас, ну, в реальной жизни там строятся тупики. И поскольку, к сожалению, жители Западного округа и Новой Москвы их опять отрежут от... Просто вот... Опять у меня превышение скорости. Ну, каким образом это произошло, я не знаю. Так вот. Жители Западного округа опять отрежут от... Мира. Потому что... Скоро Солнцевская линия просто станет тупиковой. Ее отделят от Большой Кольцевой. И это очень грустно. Вот. Но, тем не менее, как раз-таки для этого сейчас за станцией Деловой Центр, Который мы сейчас едем, там строят тупики параллельно ответвлению Филевской линии. Там чуть ли даже не глубже, да. В любом случае, короче, тупики строят даже под Сквой рекой. То есть это, ну, прям 100% инфа, я видел чертежи. На самом деле круто. И вот. Как-то... Или нет, стоп, подождите-ка. Или я ошибаюсь. Просто я знаю, тупики строят за нынешней станции Деловой Центра. Либо у меня неправильная карта сейчас. Поэтому, если кто-то разбирается, то поправьте меня, пожалуйста. Насколько я знаю, как раз-таки, да. За... За... За, господи, за... За закрытые станции Деловой Центр сейчас строят тупики, чтобы сделать тупиковую линию солнцевскую. Вот. Я надеюсь, я не ошибаюсь. Господи, поменю. И тем временем мы пребываем на станцию Деловой Центр. Она, я уже вижу, без пассажиров, но это логично. Нам нужно для совершения сценария остановить поезд на станции. Но остановим его, естественно, как-нибудь красивенько, у речки, так скажем, да. Вот. Вот. Да, естественно, эти станции ничем не отличаются. Я помню, туда еще была экскурсия, но то ли я туда не прошел, то ли я опоздал с записью, то ли я вообще не знал, что можно записаться. Либо там записывали только, так скажем, своих людей. В общем, в любом случае, на экскурсию я не попал. Хотя, что я там не видел, господи. Там просто другая навигация, а, в принципе, все остальное то же самое. Вот. Так что на этом мы будем заканчивать. Мне безумно приятно, если вы досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если видео вам понравилось. Если видео вам не понравилось, ставьте дизлайки и пишите комментарии, почему вам не понравилось. А с вами был Рубан Дрю. До новых встреч, всем здоровья, всем пока.